ТЕРНОВСКОГО ДОМОКУЛЬТУРА ТЕРНОВСКОГО ДОМОКУЛЬТУРА ТЕРНОВСКОГО ДОМОКУЛЬТУРА СУРВА – это, естественно, обязательный праздник, который мы празднуем всегда. И слава Богу, к счастью, он проходит именно на базе нашего Терновского Дома культуры. И в этом году не было исключения. Был огромный яркий праздник, было множество гостей, была интересная программа, были эмоции позитивные, радостные. Хотелось бы подробнее узнать о Сурве, потому что, я думаю, многие телезрители не знакомы с этим праздником, хотелось бы узнать его особенности. Особенности? Ну, Сурва, опять же, это именно традиционное болгарские празднования, болгарского Нового года. Это такие интересные обряды, которые там есть специальное дерево, называется Сурвачка. Мы раньше в других передачах знакомили телезрителей. Это дерево, которое приносит на весь год счастье, здоровье, благополучие семьям, в которых оно находится. Это обязательный специальный обряд, когда именно этими Сурвачками бьют гостей и родственников, чтобы это счастье было. Это специальные обрядовые песни, которые исполняли дети, исполняли дети болгарской школы нашей. Это очень интересно, и чтобы понять это полностью, надо, конечно, присутствовать. Так как это ежегодное мероприятие, я заранее всех приглашаю к нам на Сурву. Не успела пройти Сурва буквально неделя, и у нас начался другой болгарский праздник, это Бабен Ден. Это тоже очень интересная такая традиция, это только женский праздник. И, наверное, если проводить параллель с нашими украинскими традициями, есть на масляной неделе традиция, когда привязывают такой кусочек бревна к ноге неженатых парней. Считается тоже эта неделя женской. И точно так же и Бабен День, это больше женская неделя. То есть мужчины не допускались, если считалось, что мужчина попадает на этот праздник, то ему могло, так сказать, не поздоровиться. Ну, конечно, в шуточной, естественно, форме. Ему бы потом пришлось угощать всех женщин. Да, прошел праздник в очень теплой такой атмосфере. У нас тоже очень много на Фейсбуке, на нашей странице Терновского Дома культуры, очень много информации, фотографий, видео. И после этого уже у нас было более серьезное мероприятие, посвящено Дню Соборности, Единности Украины. Естественно, это очень важное мероприятие для нас. Мы его проводили, мы приглашали наших подопечных с военной части, мы приглашали учеников в школу, проводили мероприятие. Прошло оно очень патриотично, красиво. И, знаете, так расчувствовали все до слез, даже я. Хотелось бы сейчас продемонстрировать фото с ваших мероприятий, услышать ваши комментарии, потому что говорят, что можно услышать, а лучше это увидеть. Также очень много мероприятий приходит в вашем Доме культуры. Мероприятие будет проходить даже сегодня. Мы сейчас видим вот фотографии, хотелось бы ваш комментарий. Это сурва как раз, это завершающий танец. Вот мы сейчас встречаем гостей, встречают их специально дети, которые бьют их этими сурвачками. Встречаем хлебом с солью. Это тоже у нас праздник сурвы, вокальный коллектив «Чучелички», хореографический коллектив «Золотой колосок». Они очень часто выступают как раз на всех болгарских мероприятиях. Это наши депутаты, депутаты областного совета. Иванова Надежда Валерьевна, так как она помощник, очень большой меценат Дома культуры, поэтому, конечно, без нее праздник не мог обойтись. Я смотрю, что Терновский Дом культуры очень тесно связан с болгарской общиной. Да, безусловно. У нас на территории не одна болгарская община. Мы стараемся все дружно проводить мероприятия. И действительно, сохранены даже языковые традиции. То есть в Терновке очень много людей говорят на болгарском языке. И действительно, там чтятся обряды, выполняются. И туда вот, когда ты попадаешь, ты чувствуешь этот колорит Болгарии. Но и в то же время, содружество, как бы все понимают, что они живут на Украине, что эта земля их воспитывает, детей их учит, дает работу. Поэтому украинские традиции чтятся наравне. И мы стараемся этот баланс держать. И вот это содружество обязательно. Для меня это важно, как для директора. А вот обычные николаевцы могут стать частичкой празднования болгарских, традиционно болгарских праздников, присоединившись к празднованиям Терновского Дома культуры? Конечно. Мы с удовольствием приглашаем всех. Я более скажу, у нас на базе Терновского Дома культуры проходят занятия по изучению болгарских танцев. Именно болгарского хоро. И проходят они для любой возрастной группы. Поэтому я всех приглашаю к нам на эти занятия. Я приглашаю всех на праздники, которые проходят. Опять же, на странице Фейсбука есть всегда анонсирование, есть наши афиши у Дома культуры. Поэтому мы будем только рады. Мы очень любим, когда нам приходят гости. И я думаю, что придя к нам, они уже останутся с нами. Хотелось бы проанонсировать мероприятие, которое будет проходить прямо сегодня. День памяти жертв Холокоста. Как этот день будет чтиться в Терновском Доме культуры? Обязательно. Такой день, естественно. Мы не могли пропустить. Это день памяти. Это печальное, грустное событие. Очень серьезное. Да, конечно, не будет никаких, к сожалению, ни смеха, ни радости. Но мы обязаны. Мы обязаны учить наших детей, наше подрастающее поколение, чтобы они чтили, чтобы они помнили, какие страшные времена пришлось пережить людям. И, конечно, мы будем показывать и видеоряд, и фото, и максимально информировать детей, как это проходило. Для того, чтобы наши дети понимали и росли с мыслью, что этого допустить больше нельзя. Хотелось бы узнать о еще планах ваших на работу в Терновской Доме культуры, потому что, действительно, за такой маленький промежуток, не прошло еще и месяца, но было проведено очень много праздников под вашим чутким крылом. Что еще планируете? Возможно, какие-то идеи уже есть? Да, конечно, у нас в Доме культуры проходит не менее 5-6 праздников в месяц, и мы стараемся это количество увеличить. Сейчас планируем буквально 3 февраля выездную программу в школу-интернат. И дальше мы хотим участить эти выездные программы в разные такие места, заклады, где это необходимо, где это действительно очень надо, для людей, которые по какой-то причине не могут к нам приехать. Также у нас планируется большой праздник на День всех влюбленных, естественно, для молодежи. Не буду рассказывать все тайны, это сюрприз, поэтому гости, приезжайте к нам, будет интересно, это точно. Конечно, масляная неделя, масленица, она, естественно, не может быть незамечена, будет прекрасное народное гуляние. Также мы сотрудничаем с воинами Афганистана, поэтому на нашей базе будет проведено совместное мероприятие. Очень много, очень насыщенно. В дальнейшем, в мае месяце, это поездка в Болгарию на фестиваль и планирование сейчас уже даже на осень. Это фестиваль, мы хотим народный фестиваль, этничное наследие оно будет называться, совместно опять же с болгарским обществом. Мы хотим сделать вот такой вот международный огромный фестиваль. Планы фееричные, очень большие. А Мартенецу праздновать будете, потому что я знаю, что тоже очень колоритный праздник в болгарской культуре. Обязательно. Все болгарские праздники мы празднуем. Обязательно. Что ж, хотелось бы узнать, что помимо праздников, помимо концертов, Дом культуры работает еще в своей жизни. Хотелось бы узнать, что еще планируется, чем еще живет Черновский Дом культуры. Ну, конечно, для того, чтобы обеспечивать все эти праздники, необходима, так сказать, материально-техническая база, необходимы коллективы. У нас много коллективов. У нас два хореографических коллектива, два преподавателя по вокалу, очень хорошие преподаватели. У нас театральная студия, прикладное мастерство. Очень-очень много хороших преподавателей, стоящих действительно. Поэтому мы стараемся детям дать максимальное воспитание, максимально культурного образования, стать их семьей. Очень хочется, чтобы они бежали, действительно бежали как на огонек в наш Дом культуры. Ну, а мы, как работники Дома культуры, стараемся сделать так, чтобы им было там комфортно. И, естественно, мы сейчас работаем над тем, чтобы наша сцена становилась еще краше. Поэтому мы сейчас хотим новую одежду для сцены. Очень много планов, очень много перспектив. И мы всем коллективом работаем. Спасибо вам большое. Я думаю, что в скором времени мы сможем с вами уже обсудить то, что произошло, то, что уже действительно состоялось. И новая одежда для сцены, и новая материально-техническая база. Но самое главное, я думаю, это счастливые лица людей, которые заряжаются позитивом с помощью Терновского Дома культуры. Спасибо. Нагадую нашим телеглядачам, что сегодня до студии Нового дня Я завітала Юлія Любецька, директор Тернівського будинку культури.